Здравствуйте, мои дорогие, милые девочки! Сегодня мы на моей кухне. Я нахожусь за кадром. Я здесь. И мы сегодня с вами будем готовить. Сегодня я покажу, как я готовлю котлеты из индейки. Курицу я не люблю. В основном вообще никогда курицу не покупаю. Покупаю только индейку. В разном виде её готовлю. Могу делать отбивные, могу делать как гуляш. Я не знаю, там, макароны по-флотски. И прокручиваю на фарш и делаю котлетки. И вот сейчас именно котлетки я вам покажу, как делать. Пока я буду делать, показывать. И мы с вами заодно пообщаемся на ту или иную тему. И больше всего, что сейчас могу предложить вам, садитесь поудобнее, и чаю-кофеёк завариваете, либо повторяйте за мной, если вы на это готовы и способны. А значит, индейка. У меня всегда... Покупаю я достаточно много индейки. Остатки уже я начала делать, уже начала готовить. Вот вам покажу сейчас вот так вот. Как-то вас надо поближе здесь. Сейчас я вас настрою, чтобы вам было всё очень хорошо видно. Ну, вот в таком вкусу. Значит, индейка. Индейку я всегда покупаю много килограмм. Смотрю по акции, допустим, снижены цены. В Акее в основном покупаю развесную индейку. Беру прям 10 килограмм. Это вот 100%. И расфасовываю в морозилку по килограмму. В мешочек салфанов расфасовываю. И укладываю их в морозилочку. Вот у меня, значит, следующий килограммчик я достала. Начала уже делать. На кусочки мелкие режу. И куда помещаю? Помещаю в блендер. У меня блендер от компании Браун. Если вам надо поподробнее узнать, что за блендер, какая марка, серия и всё остальное, вы мне напишите в комментариях. Я обязательно всё вам расскажу. Продемонстрирую свой отзыв, расскажу. Ну, уже сразу могу сказать, что я блендером очень-очень довольна. Это просто ЗБС, как говорится на сегодняшнем сленге. Вот. И, значит, этим блендером я многое вещи, что могу делать на кухне. На сегодняшний момент мы готовим котлетки. Значит, уже вот на кусочки я этот большой кусок килограммовый разрезаю. И сюда в блендер я складываю. Здесь большая у меня здесь чаша. У меня здесь в этом блендере находится большая малая чаша. Чаша, вот большой чаша, вот с таким вот ножом, вот с таким ножом, да, мы с вами доводим до фаршика, так сказать. Музыка. 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 Значит, такой вот чаши находятся вот эти вот кусочки. И мы накрываем крышкой, накрываем крышечкой, одеваем, так сказать, аппарат сам по себе, который управляет, да, то есть вот этим всем то, что это возможно, вот аппаратик, да. И вставляем мы с вами вилочку в розеточку. У меня немножко розетки очень далеко расположены, поэтому я вот так вот вам сейчас покажу. У вас как бы поближе вас подвину. Нажимаю. И пошла на ручку. Музыка. 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 открываем крышку в основном смотрите даже ничего не остается вот такое вот мясо получается сейчас я вывалю в чашу пожалуйста мне достаточно очень хорошо нравится и удобно и быстро свой сделать фарш пожалуйста как бы это котлеты я готовлю без перчаток некоторые в перчатках я знаю это делает ну за собой я знаю что у меня руки нормальные все остальное вот это все промолотилась вот вам пожалуйста мясо то есть как бы готовы такой вот рубленое мясо свое время я делала часто на мясорубке но как бы разницы больше не вижу следующие значит я беру лук вот я взяла вот такие вот мне немножко лук подгнил взяла такой вот лучок обрезала это я люблю достаточно много лука фарша лук много никогда не бывает и я все обожаю вообще лук в любых там блюдах и поджарки и вообще каким способом сейчас я вам покажу значит я напополам разрезала луковицу еще напополам и такими как бы кубиками я нарезаю кубиками нарезала и следующее то же самое все это я сейчас сделаю пожалуйста отправляю но сильно молотить я не буду сейчас я покажу как я это делаю чтобы все таки он не измельчился мелко я вообще как каша мелко я не делаю и что я беру я беру две таких вот корочки от батона некоторые котлеты делают без хлеба я знаю об этом но я все равно добавляю хлеб для вкуса от этого хлеба вреда никакого не будет кстати эти котлеты они очень пожалуйста вы можете их использовать для правильного питания чем я занималась мой результат на сегодняшний день за 4 месяца я была 95 килограмм за 4 месяца я короче стала 77 насколько похудела вот сами высчитывайте и я добавляла все равно хлеб ничего там страшного нет на килограмм мяса положить 2 2 2 2 горбушки вот таких вот не килограмм хлеба конечно не целый батон а две горбушки от батона две горбушки порезать почему бы и нет значит что я делаю эту горбушку я режу напополам да и так же кубиками ну это как бы в помощь чтобы хорошо помолотилась и туда же в лук все это убираю вот в эту чашу вот в эту чашу я убираю и сюда я чуть-чуть для того чтобы не было суховато я добавляю молочка добавляю прямо прямо сюда добавляю ничего не бойтесь прямо сюда вот так вот добавляется для чего чтобы не было сухо когда смолотиться через чур сухо не было все таки мясо диетическое и очень сухое да и поэтому немножко чтобы его грубо образно сказать увлажнить мы добавляем чуть-чуть молочка кто-то допустим хлеб замачивают в молоке я тоже свое время это делала но потом я как бы все это начала делать таким вот способом чтобы ускорить время и не ждать когда это все размочится хлеб или еще что-то беру блендер надеваю крышку надеваем крышечку вставляем так сказать мотор и следим следим как молотится у нас чтобы мелко не было вы видели да что мясо сколько заняло мере времени минуту две а это так вообще вот смотрите есть вот такой вот вариант да то есть получается я еще чуть-чуть побольше помолочу сейчас готовы котлетах не видно чувствуешь есть но не видно не лука и не хлеба совсем мало остается на крышке потому что здесь уже конечно же добавлено молоко поэтому естественно идет какое-то расплескивание ничего страшного в этом совершенно нету что еще важно в этот блендер можно легко запросто мы не все модели блендеров можно мыть там только строго протирать тряпочка этот можно мыть и посудочной машине и так под краном все высыпаем осторожно нож очень острый очень так и Ну, вот это, в принципе, всё, что мы можем сделать через блендер. Сейчас мы добавим ещё к Вами другие ингредиенты. И, пожалуйста, перемешиваем и запросто всё с Вами готовим. Я добавляю одно куриное яичко, только одно. На такой вес, на такой состав я добавляю только одно куриное яичко. Дальше я беру специи определённые. Ну, во-первых, это соль, чеснок, беру, значит, у нас здесь базилик и я беру карри. Все специи, Вы знаете, я заказываю с сайта iHerb. Я уже так прорекомировала iHerb, чтобы они должны мне давно платить. Но мне никто не платит, поверьте. Просто я люблю. Значит, соль у нас морская. Я говорила, что я пользуюсь только морской солью. И у нас чесночок. Очень люблю этот чеснок, прям обожаю. Здесь нет ни пыли, ни мусора, ничего. Прям запросто вот всё это во все блюда я его сыплю. Значит, карри. Карри достаточно островатый, много, конечно, я его не сыплю. Для привкуса. Для вкуса. И базилик. Базилик, конечно, у нас здесь... Он такой крупноватый немножко. Но тоже очень чистый. Без всякого... Уже распробовала его. Без всякого мусора. Мелкие, таких каких-то ненужных. Знаете, бывает, покупаешь приправу, а там мусора много наложено. Нет, такого нету здесь. Здесь всё так чисто, всё отборно, всё замечательно. Так, сейчас я уберу это всё на место. И мы с вами будем перемешивать. Перемешиваю я своими ручками. Поэтому никаких перчаток я не использую. В принципе, руки у меня как бы после этого и не пахнут, и всё нормально. Вот такая вот получилась смесь. Красивая, да? Со специями. Очень красивая. Значит, ещё раз. Значит, у нас здесь килограмм индейки. У нас здесь две горбушки хлеба батончика. Чуть-чуть молочка добавила. У нас здесь идёт, ну, полторы, так можно сказать. Либо большая луковица, либо полторы луковицы. Всё это мы промолотили в блендере. Добавили специи чесночок, соль, базилик, карри, одно яичко. Всё. Больше я ничего сюда не кладу. Ещё раз повторюсь, что эти котлетки я в основном употребляю всегда, если вы сидите на правильном питании, вы хотите похудеть, либо просто для здоровья, держите вес или ещё что-то. Эту тему я хочу, конечно, в будущем развить, потому что в этой области я компетентный человек. Не только свой опыт имею, не единожданный. Ну, и как бы в прошлом у меня есть второе образование, как бы инструктор по фитнесу, в прошлом когда-то этим занималась. Я называю это «дикая молодость». Вот. И совершенно, как бы, конечно же, хотелось развить эту тему. Если у вас есть желание услышать про эту тему, разобрать эту тему, пожалуйста, под этим видео оставьте свой отзыв и свои какие-то рекомендации, пожелания. И мы обязательно эти сети роликов, так сказать, запустим. Итак, эти котлеты можно в разном виде делать. Эти котлеты я делала и употребляла всегда как в дневном рационе. То есть есть основные питания – это завтрак, обед и ужин. Я это делала в обед. То есть употребляла эти котлеты в обед. Мясо в обед. Ну, и между основными приёмами пищи есть второстепенные, лёгкие какие-то перекусы. На завтрак это одно мы принимаем, на ужин у нас тоже другое. Совершенно практически там ничего, всё лёгкое. На обед обязательно у нас идёт белковая пища и углеводная пища, правильно, углеводная, тяжёлая углевода, так сказать. И вот эти котлетки белковая пища у меня составляла. Поверьте, результат для тех, которые хотят улучшить свой рацион питания, улучшить своё здоровье, сбросить лишние килограммы, очень-очень актуально. КОНЕЦ Следующий этап наш это будет. Выкладываем на сковородку и жарим. Здесь, конечно, по поводу, чтобы выкладывать и жарить, здесь, да, есть такая вредность в плане того, на чём вы жарите. Да, я сейчас говорю для людей, которые хотят похудеть, использовать, допустим, вот такой вот ингредиент. Здесь в зависимости, на чём вы жарите. Я пробовала жарить на оливковом масле, чисто оливковом масле. Вот у меня есть оливковое масло. Опять же, сколько мы добавляем оливкового масла? Прям чуть-чуточку на сковородку. Вот просто чуть-чуточку. И размазываем всё это кисточкой. Кто-то может использовать спреи. Ну, то есть, знаете, есть специальное масло оливковое, продаётся в бутылках со спреем. Вы на сковородку пшикаете. И всё. Ну, чтобы смягчить, чтобы не прогорало. Вот у меня вот такая сковородка. Я уже вам её показывала. Очень её люблю. Она уж такая у меня, конечно, не новенькая. Вот. Попалась она мне практически даром. Вот. Я её купила последнюю. И очень ей довольна. Вот. Как бы она не пригорает. И всё с ней отлично. Значит, что могу сказать. Либо также вы можете капельку добавлять подсолнечного масла. Не бойтесь подсолнечного масла. Вы не пьёте и не едите его литрами. Даже рекомендуется. Тем более. Ну, и для мужчин и женщин. Но тем более для женщин, для женского организма рекомендуется подсолнечное масло. Это у нас идут даже не подсолнечное, а оливковое, да. То есть, как бы оливковое, льняное масло. У меня есть льняное масло. Я его добавляю, допустим, в салаты. На нём жарить невозможно. Ну, вот на оливковом, допустим, можно жарить, да. И, допустим, я не думаю, что от горошина подсолнечного масла с вами что-то может произойти. Натуральные жиры, они очень полезны женскому организму. Обязательно. Натуральные жиры должны быть в вашем рационе питания. И даже если вы худеете. Худеть – это не значит голодовать. Худеть – это не значит сидеть на одних белках. Нужно правильно составить рацион, что у вас есть и белки, и углеводы, и жиры. Ну, в том же плане, что и витамины. Витамины тоже должны присутствовать. Ваша иммунная система не должна страдать. Ну, вот начинаем жарить. Я уже начала жарить. Получается у нас вот коворода. Практически нету масла. Вообще масло нужно для первой, так сказать, спартии, чтобы потом хорошо пошло. Обязательно у меня есть в таком вот блюде водичка. Я смачиваю руки. Беру часть мяса. Я уже понимаю, сколько мне мяса нужно. Ну, вот, допустим, вот такой вот кусочек мне достаточно. И что я делаю? Я люблю котлетку. Всё, люблю-люблю котлетку. Выкладываю. И, пожалуйста. Слышите, да? Какой идёт аромат, щепенье, запах. Перед каждой лепкой обязательно смачиваю руки в воде. Обязательно. Это очень необходимо, чтобы у вас мясо не склеивалось. На этот ковороду мне хватает 4 отлета. Поэтому вот так вот быстренько и делаем то, что нам надо. Смотрите, в двух отлетах это практически 100 грамм белка. Вот. Или что? 100 грамм белка. Ну, две котлеты как минимум, да? Вы съедаете. 100-150 граммов белка вы можете съесть там днём. Что с углеводом? Углевода меньше, чем белка. Вообще нужно сократить. Сократить порции, соответственно. И тогда у вас будет результат. Ну, на эту тему я готова, конечно, разговаривать очень усиленно. Но в другом уже ролике. Вот так вот котлетки у нас жарятся. Водичку я застематично меняю. После каждого применения. То есть положила парцию из 4 штук. Поменяла, положила, поменяла. Не люблю, когда вода мутная. Вот такую маленькую кастрюльку я складываю себе вот в котлетки. Вот так вот. Как вам показать, да? Чтобы это видеть, да? Вот здесь у меня накапливается от 12 до 15 штук. Кастрюлька у меня от компании Талер. Очень классные, давнишние. Поэтому я их очень-очень люблю. Переворачиваю. Вот так вот немножко приминаю. А не знаю, такой эффект идёт как гриль. Вообще сама сковорода, она считалась такая немножко с рисунком гриля. Грилевая. Ну, у меня нету гриля специального аппарата для гриля. Очень хочу, конечно. В будущем я думаю, что куплю. Прямочки наш последний, так сказать, результатный итог, который мы получили с нашими котлетками. Вот, пожалуйста. Вот такие вот котлетки получили. Смотрите, какой пар идёт дымок. Свеженький, вкусненький. Ммм, объедение. Котлеты из индейки. Так что попробуйте, приготовьте. Я думаю, что вам очень-очень даже понравилось. На этом видео заканчивается, соответственно. Если есть какие-то пожелания, рекомендации, пожелания, что вы хотите увидеть, чтобы я приготовила. Или пожелания, чтобы я вам рассказала про этот блендер. Пожалуйста, напишите в комментариях. Я обязательно всё расскажу. Сниму это видео. Обязательно для вас, для нас, так сказать, домохозяек, которые готовят. И не только. Ну, короче, для тех, кто готовит. И кому это очень-очень надо. Так что всем приятного аппетита. И нам приятного аппетита. Всем всего хорошего. Пока!